Всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск ньюсблока крипто на канале крипто комманс сегодня пятница 16 февраля и о самом важном и актуальном но только из мира крипто мы расскажем вам в течение ближайших минут и так сегодня в выпуске трон готовится к созданию биткоин решения второго уровня интервью энтони скоромучина bloomberg tv где он рассказывает о coinbase гарри генслере и прогнозе по биткоину крипто становится чище отмывка значительно сократилась конгресс сша устроил прожарку казначейству за ложь в отношении плохого крипто и в завершении выпуска нас с вами ждет аналитика рынка от кевина свенсона оставайтесь с нами и так джастин сан планирует создать биткоин решения второго уровня основатель трона джастин сан представил амбициозную дорожную карту протокола bitcoin layer 2 которая обеспечит вливание средств в сеть биткоина одновременно повышая масштабируемость скорость и безопасность трон также стремится интегрировать токи на своей сети с блокчейном bitcoin что обеспечит беспрепятственное взаимодействие и совместимость между троном и биткоином также на втором этапе трон планирует стратегическое сотрудничество с различными протоколами биткоина второго уровня заключительный этап дорожной карты в конечном итоге направлено создание решений биткоина второго уровня который будет интегрировать сети трон бит торрент и bitcoin кроме того трондао начал работу над решениями орден с и bitcoin layer 2 инвестируя в разработку кошелька и инструментов совместимых с токенами brc20 будет не лишним отметить что сеть трон переживает активнейшую фазу разработки при этом реализуемые проекты и те о которых было сказано в новости связано с нашим повседневным использованием непосредственно это не какие-то абстрактные проекты а буквально то что мы с вами повседневно используем и скорее всего будем использовать дальше и результаты такого подхода определенно видны на цене токи на трон буквально непрерывно растущего с ноября 2023 хоть по процентному приросту и не догоняя папу крипто рынка при этом значительно увереннее переживая любые рыночные спады но всегда помните что крипто рынок эта территория с высоким риском поэтому даже самая очевидная ситуация может развернуться на 180 градусов в любой момент так что всегда старайтесь сохранять здравый смысл холодное сердце и подписку на канал крипто комманс жать на лайк колокольчик и писать комментарии и не забывать это не финансовый совет так стоп 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 а вы в курсе что на эту тему думает гриня а я вам сейчас покажу откуда из солнечного буйнос-айроса а главное что на этот счет нам скажет наш гриня встречайте ребята ну что тут можно сказать про эту ситуацию давайте начнем с самого джастина сана который в принципе является не самым так сказать добропорядочным что ли участником этого крипто пространство хотя с другой стороны про него только все говорят что он скамер а на самом деле что мы видим что он написал один из лучших блокчейнов которые используются и по сей день это трон мы с вами друг другу отправляем ее из детей на троне в основном как я не прошу на финанс сморчение никто не знает все знают только свои адреса trc 20 вот и я думаю что в долгу это может быть хорошо именно для трона даже потому что засирать блокчейн биткойна этими фантиками и нафтишными это абсолютно не то что нужно блокчейн к не для этого создавался а вот трон это темная лошадка на самом деле спящая вы посмотрите у нее в долгу аптренд очень-очень такой хороший плавный поэтому я думаю что действительно трон надо так но дисклеймер не финансовый совет продолжает наш выпуск интервью энтони скоромучина блумберг тв которым он подробно объясняет текущую ситуацию с ценой биткойна дальнейшее ожидание а также влияние на происходящее таких крупных факторов этого рынка как coinbase и гарри гэнслер хочу узнать что ты думаешь насчет роста биткойна который мы наблюдаем последний раз я смотрел цену около 52 тысяч она была конечно далеко от 69 но похоже мы движемся в этом направлении но при этом значительная от 16 17 18 тысяч ближе к концу 2021 когда мы наблюдали те уровни ставшие концом кошмара для крипто поэтому я бы здесь добавил то что я думаю относительно coinbase в данной ситуации растет все растут ожидания по альткоином позволяющие получать огромную маржу поэтому даже если coinbase что-то и теряет из-за этих торгуемых на бирже фондах когда какие-то из клиентов покупают и тиф вместо покупки нативного биткоина на бирже они все равно умудряются зарабатывать из-за общей растущей капитализации рынка как ты думаешь выйдет ли это за пределы одного лишь биткоина я знаю что в какой-то степени это уже происходит но нарратив же был таким что у нас есть теперь bitcoin и тиф так что coinbase теперь не нужна но ведь мы забываем о всей остальной экосистеме да я думаю что сейчас происходит то что обычно и происходит это образование вокруг биткоина которого называют дедушкой крипто и когда активы таким образом как бы переливаются в другие активы поэтому работая с биткоином до постепенно начинаешь применять эту практику на более рисковых активах и на самом деле некоторые из этих активов не такие уж и рисковые в отношении биткоина например эфир и солана которые вероятно вступили в этот клуб больших ребят но в любом случае смотри ты ведь ты придерживаешься таких мест как coinbase потому что они безопасны и они высокой степени подвержены регуляторному подчинению с отлаженными внутренними процессами вероятно это одна из лучших крипто бирж в мире поэтому вы ощущаете работа с небезопасность они за это взимают разумное количество вознаграждения в общем на мой взгляд недооценивать это нельзя слушай гэри генслер ясно дал понять что они одобрили эти с подбитками теф с зажатым носом что это может означать для будущего возможного одобрения и теф по другим криптоактивом например эфир да неважно по любым ах ты моя прелесть подметив что он это сделал с зажатым носом еще можно было добавить он это делал с приготовленным на столе пакетиком для тошноты я просто обожаю тебя держу себя в руках что ж могу сказать от себя что он против этого из-за того что проиграла несколько судебных дел он вероятно маш он инициирует новое дело я думаю что да я думаю да я думаю что он считает что сильные мира сего а также политики и элиты не любят криптоактивом им не нравится эта сила вокруг биткоина и мне кажется что они не хотят запуска и теф по эфиру поэтому данное решение я считаю будет продвигаться в виде новых судебных дел которые а он скорее всего проиграет после чего поднимается вопрос о выборах где серьезным вопросом становится того что будет ли мистер гэнслер на новой позиции уже байдена чего на мой взгляд он вряд ли добьется а что же хочу снова вернуться к вопросу биткоине потому что ты сделал несколько серьезных заявлений с прогнозами цены на 170 тысяч долларов в течение 18 месяцев спустя халдинга в апреле с учетом ралли который мы с вами видели до 52 тысяч какой твой прогноз ты по-прежнему придерживаюсь этой позиции до придерживаюсь но обычные вещи которые я сообщаю в подобных интервью заключаются в техническом анализе который ты можешь сделать за последние 14 лет цена к моменту события халдинга если ты ее умножишь на 4 обычно дают уровень к которому биткоин приближается за данный цикл поэтому я использую отметку в 50 плюс минус тысяч долларов апрелю которая может нас привести и сейчас у нас довольно серьезный импульс при этом мы также знаем что сеть производит 900 биткоинов ежедневно а спрос это предложение сейчас превышает в 12 раз вот почему мы с вами и наблюдаем сквиз цены вверх поэтому я по-прежнему придерживаюсь этого предсказания по цене потому что я считаю что он консервативен на основании того где мы сейчас находимся но еще кое-что люди не понимают посмотрите на nvidia посмотрите на apple за последние 10 лет nvidia за последние 18 лет это не невозможно с учетом того что актив теперь является регулируемым и вокруг которого теперь есть это регулируемая обложка в dtf еще не забывайте что я работал 36 лет на уолл стрит а уолл-стрит продает продукты эти продукты продаются но не покупаются а сейчас у нас есть армия из людей включающая эти продукты в портфеле пользователей имеющих очень ограниченный спрос на актив такой как биткоин круто выглядишь для чувака отработавшего 36 лет на уолл-стрит просто в моем лбу огромное количество ботокса ох и забавный ты парень энтони но с твоими выводами поспорить непросто ведь они довольно логичны биткоин будет продолжать расти но одну очень важную вещь ты все-таки упускаешь и заключается она в том что рынок всегда удивляет к сожалению не всегда радостно и именно поэтому повторяющиеся цикла в истории могут в какой-то момент не повторится и именно поэтому данный рынок и называют высокой рисковым поэтому всегда соблюдайте осторожность и никогда не рискуйте объемами средств которые вы не готовы потерять идем дальше согласно последним данным чейн анализис отмывание криптовалюта сократилась на 29 процентов согласно отчету в 2023 году с незаконных адресов было отправлено различными сервисами криптовалюты на сумму примерно 22 и 2 десятых миллиарда долларов что значительно меньше чем 31 с половиной миллиарда долларов отправленных в двадцать втором году централизованные биржи остается основным местом назначения средств поступающих с незаконных адресов однако в отчете указывается на сдвиг в распределении незаконных средств при этом все большая доля направляется на протоколы децентрализованного финансирования или дефай каждый раз дорогой зритель когда я вижу подобные новости я вспоминаю людей подобные гэри гэнслеру джимми даймону и и же с ними а криптоиндустрия тем временем будто бы усмехаясь их заявлением будто бы самоочищается но самое интересное и даже потрясающее здесь заключается в том что фактически объемы используемых криптов неправомерных действиях не то что в разы меньше их лживым заявлением а даже продолжают сокращаться и это потрясающе вы тоже чувствуете этот запах запахло жареным а все потому что конгрессмен обвинил казначейство за искажение масштабов криптофинансирования терроризма брайан нельсон подвергся допросу во время слушаний в комитете палаты представителей по финансовым услугам обеспечивающим надзор за сетью по борьбе с финансовыми преступлениями финсен и управлению по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой заместителю министра финансов брайану нельсону пришлось ответить за сообщение о том что хамас получил 41 миллион долларов а палестинский исламский джихад получил 93 миллиона долларов в виде пожертвований в криптовалюте он признал что сообщаемые цифры были не точными и завышенными а фактические суммы полученные группами вероятно были намного меньше далее тут скучнейшая подробность о том кто кому и сколько и на самом деле сколько переслал но главное здесь в следующем все чаще дорогой зритель мы с тобой слышим факты того что обвинители крипто искажают факты и здесь даже не так важно какие они лгут намеренно оскверняя и очерняя крипто и каждый раз слыша такие новости мы убеждаемся еще раз крипто это не зло это инструмент а зло это плохие намерения которые с инструментом не имеют ничего общего в общем это уже лирика главное не делать зло а делать добро такое например как лайк подписка на канал крипто комманс и отличный комментарий которые все вместе сделают наш мир еще немного лучше и завершает наш сегодняшний пятничный выпуск аналитика рынка от кевина свенсона кивин привет порадуй нас у нас есть новые годовые верха если мы присмотримся на этот недельный график то увидим что наконец-то преодолели вершину этого фитиля и об этом сетапе мы с вами неоднократно говорили на протяжении последних месяцев мы с вами находились после этой свечи в виде молота а я говорил что если мы начнем расти и преодолеем этот уровень в 49000 то запустим очень крупные шорт сквиз и мы с вами увидели запуск этого сквиза а в уверенно направленном рынке это все превращается к формированию недели свечи с коэффициентом один к полтора и это приводит нас к отметке в 60600 плюс минус так что можно сказать с округлением к целому что к 60 тысячам это наша цель и данная свеча приготовилась сделать сквиз в направлении к этому уровню еще что я заметил во время недавнего пампа который мы наблюдали с вами то что по-прежнему еще многие пытаются выступать скептически и даже шортить я наблюдал это повсеместно во всех социальных медиа люди такие двойная вершина что теперь неуместно ведь мы значительно выше предыдущей вершины так вот люди говорят что цена биткойн очень высока пришло время шортить но то что они хорошенечко подзабыли так это то что тренд это твой френд технический анализ во многих случаях может и даже должен быть простым это не должно быть сложно и если у тебя идут восходящие верха и низы а ты сохраняешь свой тренд а в нашем случае это параболический тренд то тренд это твой френд и шортить в этом импульсе является очень неосмысленным ты знаешь что она лично применимо к тому что говорят не лови падающей ножи когда ты падаешь очень резко а люди заходят в рандомные лунговые позиции пытаясь поймать падающий нож их сносит сносит и сносит и сносит аналогично происходят и в противоположном направлении не пытайся поймать и летающий нож если в тебя летит нож не пытайся его поймать потому что однажды тебя пригвоздит не знаю кто автор этой фразы где сказано что они пытаются поймать летящий нож но то что у нас сейчас происходит так это шорт сквиз я призываю всех лютых медведей продолжить шортить рынок потому что это предоставляет рынку и бокам дополнительно ракетное топливо для движения вверх теперь шутки в сторону у быков появился импульс если натянуть фибоначчи сверху донизу то первая цель которую мы с вами получим будет около 55 с половиной тысяч и это попадает рядом с тем уровнем который мы с вами обсуждали в предыдущих видео это кластер недельных свечей который находится довольно близко рядом с зоной шорт сквизов около 60 тысяч и другой зона закрытия недельных свечей около 57 тысяч это еще одна крупная зона сопротивления за которой я слежу что же я называю ее крупной зоны сопротивления но это еще предстоит увидеть то есть это потенциально зона сопротивления если мы с вами посмотрим на предыдущие циклы то увидим что биткоин обычно не любит давать вторые шансы 20000 мы пришли к этому уровню столкнувшись с небольшим сопротивлением за пару недель а затем прошли через него и сейчас тренд наш френд и не нужно вам шортить импульс и пытаться поймать летящий нож кивин большое тебе спасибо а ты дорогой зритель береги себя и будь осторожен до встречи в следующем выпуске